Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Если вы меня спросите, что с моим внешним видом, я сейчас быстро вам расскажу. Я только приехала с реабилитацией и сейчас я буду собираться в небольшую поездку на несколько дней. Мы заранее запланировали поехать в Хорватию. У нас снова длинные выходные в связи с праздниками в Польше, плюс еще и уикенд. В общем, мы заранее сняли апартаменты на 5 человек и мы тогда смотрели прогноз погоды и все должно было быть хорошо. Но сейчас какой-то циклон накрыл, наверное, пол Европы, если не всю Европу и везде будет дождь и около 20 градусов тепла. Вроде как и не сильно холодно и погода нормальная, но должны быть реально бури и каждый час показывает 100% дождь на все дни, когда мы будем там. Если бы не тот факт, что на букинге это отменить нельзя, мы сняли достаточно небюджетные апартаменты, мы уже купили винеты, страховку на машину, на нас всех, на маму Томака. Она тоже едет с нами в этот раз. У моей мамы не получается, потому что она приезжает на причастие Игната чуть позже, сразу, как только мы вернемся из Хорватии. И мы, короче, думали, что с этим совсем делать, потому что можно было бы гулять, в принципе, а не валяться на пляже. Но проблема состоит в том, что я тоже не могу подолгу ходить. Но Томаш сказал, что он даже в ресторан готов меня привозить, если надо, чтобы только не отменять. Он так загорелся, и дети тоже очень не хотят. В любом случае, это смена обстановки, назовем это так. Поэтому мы очень часто спонтанно планируем, приблизительно, что мы поедем тогда-то, тогда-то в отпуск. Когда смотрим по каким-то там событиям у детей, если это лагерь, какие-то там занятия, то мы это все двигаем. Но если погода плохая, мы тоже бронируем буквально за день до выезда отелей, покупаем все эти винеты и так далее. Потому что вот такие непредвиденные обстоятельства. А когда покупаешь билеты, как мы брали в Италию этой зимой, тоже бывает такое, что погода резко меняется. И тогда нам повезло, потому что только один день шел дождь в Неаполе, а все остальное время мы гуляли. И было достаточно приятно, солнечно, и вообще на Капри съездили, и всякое такое. И я сейчас буду собирать свои образы. Я по-прежнему ограничена в том, что я могу и надевать, и обувать. Но, друзья мои, как бы там ни было, мы все равно едем в красивое, пусть и дождливое место, и можно было бы лежать дома на диване. Поэтому я не жалуюсь, я просто вам рассказываю, как оно бывает, и тоже ничего страшного. Но я на днях перебрала свой гардероб. Кстати, отсортировала много летнее. Сложила все зимние вещи. И теперь я буду доставать что-то потеплее, потому что я, конечно же, уже там собрала свои эти шелковые брюки в пол белого цвета. Там подоставала летние сумочки, уже даже их сюда поприносила. Я потом такая бац, прекрасно. Поэтому я, наверное, буду брать что-то такое, знаете, немаркое, и чтобы я не задубела. Я возьму с собой шлепки, по ходу дела я решу, какого цвета, и две пары закрытой обуви. Во-первых, Adidas Sambo. Люблю их, и, по-моему, я их разносила, но в пластыре я все-таки спакую. У меня с такими красными вот этими полосочками, даже бордовыми. С синими мне было бы не так просто их интегрировать в свой гардероб. И вот такие балетки, это Zara. Они бюджетные, но они ни разу меня не натерли. И мне в них удобно даже с моей ногой. И сейчас чуть лучше уже стало. Я могу в них ходить где-то час. Даже куда-то там в ресторан выйти, чтобы не постоянно в кедах. Пожалуй, возьму с собой кроп-топ. Вот такой это Uniqlo. Он хлопковый, такой в полосочку. И сатиновую юбку черного цвета, которая тоже подойдет мне и к балеткам, и к кроссовкам. Хотите, расскажу вам прикол. У меня с детства небольшое плоскостопие. И когда я хожу, я очень часто заляпываю себе сзади там брюки и юбку. Ну, если дождь, то это все, пиши, пропало. Поэтому вместо светлой юбки, может, я ее тоже спакую. Кто знает, кто знает. Еще вот такую черную юбку сатинового цвета. Сатинового цвета, черного цвета. Белую футболку. Она тоже однозначно пригодится. Это Uniqlo. Девочки, какие крутые футболки Uniqlo. Но, господи, как я рада, что я их купила. Это лучшие вообще хлопковые футболки ever. Вообще-то по плану было нечто такое и более разноцветное и женственное. Ну, моему же моему. Поэтому это все будет ждать лета и летнего отпуска. Вот такие у меня варианты кризисного набора одежды. На те дни, когда будет холодно и будет дождь или станет теплее, например, я смогу надеть белые шорты. И из такого комплекта одежды, даже без серого жакета, я могу составить уже достаточно много образов. И куда-то в ресторан, и на вечер. И вот эта черная сатиновая юбка, как и бежевая из Zara, это вообще лучшие приобретения за последнее время. Потому что они вписываются куда угодно. И смотрите, к этой юбке я могу надеть как минимум три верха. Это просто из того, что у меня здесь лежит. Наверное, две белые футболки возьму, а то могу запачкаться. Так, и жакеты могу тоже менять. В зависимости от того, какая у меня обувь. Вот, чтобы не совсем черной быть, то могу взять самбо свои и один из вот этих жакетов. Если будет совсем плохо, то я буду ходить так и в дождевике. Всю поездку. Еще один вариант, чтобы не запачкаться и не особо замерзнуть во время дождя. А если станет тепло, то снять жакет. Вот такой. И я специально это все сейчас не глажу. I'm sorry. Я буду это делать на месте, потому что оно все равно дико все помнется, когда это запакую. И сумочка. Конечно, беру с собой комфортные брюки-парашюты из Stradivarius. Я не стала менять размеры. Вы знаете, что я их уже носила, я их полюбила. Поэтому буду вытирать пол Хорватии. Асфальт. И я, наверное, в них и поеду. И к этим брюкам у меня есть обычный светлый короткий топ. Но также возьму вот такую рубашку с расклешенным рукавом. Она из льна. Такая плотненькая. Это резервт. Может выглядеть как элегантно, так и быть в таких casual, скажем так, образах. Я не верю, что мы пойдем на пляж, но вдруг пойдем хотя бы посидеть там где-то на берегу. И возьму с собой еще какие-то интересные аксессуары для того, чтобы это все разбавлять. Наверное, все-таки возьму и светлую сатиновую юбку. И буду носить ее и с рубашкой с сольном. Возьму с собой эту сумку, я с ней поеду. И с вот этим топом тоже очень красиво. Даже к этим сандалям. Так как места в багаже у меня много, закину еще на всякий случай вот этот кашемировый шерстяной кардиган Lily Silk. Это тоже одна из лучших покупок этой весны. Если это не будет too much, то, возможно, возьму еще и вот эти брюки из льна. Опять же, светлые. Не знаю, как с дождем. Они достаточно плотные и широкие. Но на талии сидят хорошо. Это Sensai. Актуальная коллекция. И на мне размер S. Они, видите, очень объемные такие. И длинные, как я и хотела. Только это реально такой нетонкий лен, который подходит только на более прохладные дни. Поэтому теплый кардиганчик. И я могу как-то так одну пуговицу застегнуть. А здесь у меня будет ажурный топ, которому 150 тысяч лет. Он из Stradivarius, но он тоже очень классный. И каждый год его достаю. Еду я в этой куртке. Она такая суперская. Она такая стильная. Это резерт с прошлого года. В этом году у них есть похожие. Только, по-моему, здесь внизу есть ремень, который тоже можно снять. Рукав, как всегда, у меня подкатан. Я обожаю это дело. И эта куртка с этими моими сжатыми брюками, которые я вам ранее показывала, очень круто выглядит, супер стильно. Ну, вот так даже к этому топу и к брюкам из льна. Господи, какой у меня хаос, если бы вы видели. К вот этим шлюпкам тоже огонь на более прохладное начало лета. По-моему, я молодец. Вот такая компактная кучка у меня получилась. Плюс еще два жакета, чтобы я не обалдела от холода. И то, в чем я поеду завтра. Выезжаем мы рано утром. А это, между прочим, у меня не Бергенштоки, а актуальная коллекция Страдивариуса. Они кожаные, и там есть даже красные, по-моему, желтые. Ну, в общем, несколько цветов. Не только такие нейтральные. И они такие комфортные и тоже не натирают. Хоть бы не забыть джинсы, которые я закинула в стирку. Что-то мне показалось, что там вытянутые колени. И вчера была в H&M, покупала себе белье. А я всегда беру себе вот такие бесшовные трусики. Это бразилианы. И я покупаю себе размер M для того, чтобы они не сворачивались и не передавливали мне нигде. А за счет того, что это и не низкая посадка, и не высокая, а такая средняя. И это не стринги, а бразилианы. Они чуть-чуть пошире будут сзади. В зависимости от того, какую я выбираю одежду. И, ну, вообще, на каждый день мне все равно. Ну, если это светлое что-то, то беру или те, или другие. Они очень комфортные. Ну, наверное, со временем немножко растягиваются. Поэтому приходится их обновлять. То где-то с чем-то цветным постираешь. Они становятся не такого красивого цвета. Но я покупаю их уже несколько лет. И максимально довольна. А еще возьму с собой изики, наверное, как тапочки домашние. И если будет совсем мокро, то и на улицу в них пойду. Я, конечно, планировала ходить на пляж. Но, как видите, они складываются. Съездила, забрала как раз посылку. И сейчас буду собирать свою косметичку. В посылке был BB крем от Pupa. У меня закончился и мой. Я его покупала уже, наверное, вот это раз пятый. И также Erborian. И на этот была хорошая скидка. Плюс у него не такой полуматовый финиш. И чуть легче покрытие. Он такой сияющий. С SPF 30. Если вам нравится такое. И вы угадаете с оттенком. У меня 0.1. Он, конечно, не супер светлый. Но я безгранично у него влюблена. И он, наверное, пока вот его будут выпускать, он всегда у меня будет. Так что он отправляется в Хорватию вместе с нами. Также заказала я себе повторно вот этот бронзер от Catrice. Он что-то начал у нас пропадать. Из продажи есть только онлайн. У меня еще есть немножко старого. Но там сломалась крышечка. И я боюсь, что я потом не смогу его купить нигде. А он даже лучше многих люксовых. Если где-то увидеть, он сияющий. Такой тепленький, запеченный. Ну, просто роскошь. Также взяла гель для бровей. Готтуби. Я вообще использую просто тюбик старый. Точно такой же. И туда переливаю средства для волос. Готтуби. Желтая. Такой супер фиксирующий гель для волос. Он так и называется клей. Но вот этот мне будет удобен в поездке. Я не буду переживать, что он там закончится. Ну, короче. Вообще здесь удобная щеточка. Поэтому в любом случае я его допользую. И буду переливать туда свой клей для волос. А вот это новинка. Вот Maybelline пока что в стационарных магазинах. Ее нет. Но многие ее хвалят. Я люблю все супер стойкое. Так что взяла. Что у меня здесь еще? Жидкий бронзер. Консилер. Хайлайтер. Кремовая румяна. И также беру с собой вот этот консилерокорректор. Но я сейчас чаще использую его именно в качестве корректора. Если что-то вылезет, надо будет доперекрыть. Но вообще он под глаза тоже хорош. Вот так перекрывает все, что нужно. Для бровей я еще использую тени. Но в основном, конечно, маркер. И тоже удалось купить его онлайн. Это Evelyn. В оттенке Medium, Light вообще тоже NET. Так, что тут еще прикольного? Тушь также взяла от Catrice. Это одна из моих любимых после Evelyn. Со скидкой, конечно же. Пудра под глазом. И тени. А, знаете, какой прикол тоже. Я вожу с собой палетку Charlotte Tilbury. Но я ее не пользуюсь. Я не люблю эти тени. Но как зеркало они хороши. А если я решу накраситься, то захвачу вот эту. Помады. По одной в каждую сумочку. У меня вот эта косметичка из Алика. Она очень уместительная. И самое главное, о чем хочу напомнить. Так как сейчас сезон отпусков. Скоро начинается. Это чехлы для спонжа силиконовый. И для кисточек. Это очень удобно. Я отыщу вам ссылку. И тоже оставлю в инфобоксе. Что еще всегда есть в моей косметичке. Или дома. Или где-то в поездке. Обязательно резинкой или заколкой. Я ненавижу краситься, когда у меня лезут волосы в глаза. Мицеллярная вода. Тушь предательский. Каждая. Абсолютно каждая. Предательский. Отпечатывается навеки. И приходится это подтирать. Это фиксатор для макияжа от MAC. Удобный. Такой небольшой формат. Аромат беру с собой куржанчиком. И гуаша от отеков лица и ноги. Реально рабочая тема. Я вчера Игнац случайно разбил. Мне второй такой же нужно дозаказать. Я не вижу смысла покупать где-то типа брендовые. Все они плюс-минус одинаковые. Этот у меня из Алиэкспресс. Нравится мне эта косметичка. Целый чемодан получился. Только знаете, что со временем она пачкается. И ее ничем невозможно отмыть. Это эко-кожа. Девочки, может у вас есть какие-то идеи. Собрала аптечку первой помощи. Надо будет только следить за сроком годности. Это если вдруг какие-то порезы. Всевозможные средства разного действия от температуры. Салициловый спирт, перекись для горла. Это эластичный бинт. Тейпы. Это от аллергии. Давно уже не пользуюсь. Но на всякий случай всегда вожу с собой. От ушной боли. Это по рецепту продается. Но я уже запасаюсь. Иногда мне мама что-то привозит. Здесь пластыри всевозможные. Даже такие, знаете, которые как швы. От аллергии на всякий случай. Это мое. Тоже не использую. Но мало ли от головной боли. Здесь для ноги. Для моего живота. Очень вместительная. Я довольна. Это тоже Алик. Я человек-органайзер. Я сейчас вам покажу. Всегда, когда из Зары что-то приходит в вот этих мешочках, я их оставляю и потом вожу в них обувь. Чтобы обувь не пачкала мне все остальное. У меня также есть дорожный утюг. Как вы видели, все помятое. Буду разглаживать на месте. Это бижутерия мои всякие аксессуары. Ремень здесь. Пухури косметички. Замечательные. Сейчас буду еще собирать уход. Тоже у меня все в комплекте. И сюда отправится Дайсон с насадками. И еще у меня есть чехлы для очков. Это оригинальные. А вот этот такой маленький, который поместится даже в сумку, мне подарила Настя. Для очков Селин просто идеально. Не придется носить их на голове. Не хочу вести все банки своего ухода, поэтому перелью их вот такие. Тоже как органайзеры, бутылочки. Они подойдут даже в самолет. Можно использовать вот эту косметичку. Она тоже требуется во время перелета. Мне не в перелет, поэтому я переложу все. И здесь даже леечка есть в наборе. На Алике они продаются много где, на самом деле. Я не помню. То ли на Джуме, то ли на Алике брала. И мне очень нравятся расцветки. Видите, здесь и чтобы попшикать, и чтобы выдавить с дозатором, небольшая бутылочка для кремов, для шампуней, для кондиционеров. Супер. Вот так это все выглядит. Я вам сказала или нет, что это органайзер для белья. У меня здесь и пижама, и все мои женские там штучки. Это еще не все. У меня еще есть органайзер для штатива. Это очень удобно. Можно забросить на плечо, взять его с собой. Он маленький, но он раскладывается. Еще у меня есть небольшой кардхолдер. Тут у меня карты памяти, для того, чтобы я спокойно могла снимать влог. И последний органайзер. Вот такой. Тут всякие зарядки у меня будут. Дополнительная батарейка для камеры. Вот одна. Надо еще добавить две. Пульт для того, чтобы само можно было снимать видео и делать фотки со штатива. И вот такая штучка для телефона на штатив. Я беру уланзи, и они самые прочные, конечно. А это что? Ой, это микрофон от камеры, который я, кстати, искала. Мы уже в пути. Часов как пять остановились в Австрии на обед с вот такой террасой с видом на зелень. Успокаивающим. Что можно есть на обед в Австрии? В Австрии и в Германии очень вкусные кебабы. Мы ждем. Заказали себе конкретный обед, потому что толкового завтрака у нас не было. Дети то ли съели, то ли выпили что-то очень смешное. Не могут успокоиться. Салат. Это порция на одного. На секундочку. Но я думаю, что я одна не справлюсь. А Игнат наконец-то получил свою пиццу с ананасом и с ветчиной. Мы заселились. Давайте покажу вам рум-тур в этот раз. Мы остановились в городе Апатия. Здесь у нас холл. Огромный телевизор. Если будет совсем плохо с погодой. Но пока что она нас радует. Большая кухня. Кофемашина. Здесь есть абсолютно все для того, чтобы готовить. И три отдельных спальни. Пока там все носят вещи, я вам поснимаю. Это будет комната мамы. Ну, такая компактная, очень чисто, светло здесь. Шкаф с этой стороны. И тоже есть парковка подземная. Очень удобно. Машина не будет нагреваться. Это детская комната. Можно и вдвоем спать. Например, там мужу и жене. Но здесь будут спать дети. Тут у нас что? Первый санузел. Ой, как поют птички. Чудесно. Душевая кабина. А это наша спальня. Телевизор. Телевизор. Он нам не нужен. Мы практически никогда не смотрим телек. Кровать двухспальная. Мне кажется, она чуть больше, чем предыдущая. Шкаф с этой стороны. Но здесь меньше солнца. Кондиционеры на месте. Это сейчас не актуально, но летом очень нужно. И еще один санузел полноценный. И еще кое-что абсолютно кайфовое. Это гигантская терраса. И здесь можно сидеть даже тогда, когда дождь или очень солнечно. То есть часть крытая с этими диванчиками, с креслами. И у нас открывается вот такой вид на апатию. Вот здесь, где желтое здание, это уже центр. То есть там, видите, набережная. И мы скоро отправимся туда на ужин. Чуть дует ветер, поэтому я слегка спряталась, чтобы вам так не шумело микрофон. Но здесь еще одна часть террасы, где тоже стоят лежаки. Бассейн мы с вами найдем чуть позже. Но не знаю, кто там сейчас купается. Хотя гостей прилично. Доброе хорватское утро. Пока Тома же бегал, он там моется за дверью и слушает музыку. Мы собирались, завтракали. Я даже успела накраситься. И Тома посмотрел погоду и говорит, что вместо того, чтобы сидеть в дождливой апатии, хотя сейчас такое солнышко, очень приятно на террасе, мы отправляемся на остров Кырк, на котором мы были неоднократно, но который я никогда вам не показывала. Я надеюсь, что сегодня там, как всегда, будет просто космический вид. И я смогу показать вам эту красоту, потому что могут быть облака, и тогда нет такого впечатления. И интересно, что название острова состоит из трех согласных букв. К-Р-К. Кырк. И туда дорога занимает около часа, наверное, но ничего страшного, потому что здесь где-то к 12 часам должен начаться дождь, поэтому мы едем ловить солнышко. А еще нас снова то ли развели, то ли не знаю, как это называется, с жильем в Хорватии. Несмотря на то, что нам все очень нравится, но стоимость апартаментов также зависит от наличия бассейна. И здесь должен был быть бассейн. Что вы думаете? Мы приезжаем, и он в ремонте. Они говорят, что он должен открыться 1 июня, но такое впечатление, что он, наверное, ближе к сентябрю откроется, а 1 июня у нас послезавтра. Сейчас пойдем посмотрим, как там обстоят дела с работами. Возможно, я ошибаюсь, но такой момент, знаете, в прошлом году мы тоже приехали на виллу, которая не была закончена, она была на этапе стройки, дакузи не была подключена, стоило это все достаточно дорого. Нам, кстати, вернули деньги. Мы оплатили только одну ночь, которую мы там провели, потому что все-таки людям нужно будет убраться. И имея опыт съема жилья в Хорватии в разных местах, вот у Томака больше 20 лет, все равно ты попадаешь на такое. В прошлом году очень многие писали, что тоже были очень-очень странные истории, вплоть до того, что ты приезжаешь, а вилла тупо не построена. А бронировали мы жилье через букинг. Пока что мы ничего с этим не делали, все равно должен идти дождь, но как бы неприятно, они как минимум должны указывать, что бассейн сейчас недоступен, потому что наши дети, например, они такие закаленные ребята достаточно, они могли бы купаться. Ну вот сегодня так тепло на солнышке, и они могли бы уже сидеть в бассейне или хотя бы несколько раз окунуться. Или мой Томак буквально морш, он после пробежки там быстрый душ и сразу в бассейн. Поэтому стоимость жилья должна быть как минимум меньше, или должно быть предупреждение на букинге, что сейчас бассейн недоступен. Вот такая история. Идем смотреть, что здесь происходит. Пока что это напоминает наши прошлогодние приключения. Ну хорошо, что хоть сам апартамент как бы готов, и все в порядке. Упс. Короче, здесь сегодня стелят траву. Я немножко в шоке, потому что в этом апартаменте никто не живет, но рядом уже есть туристы. Это бассейн, в котором мы должны были плавать. Игнатий, где есть бассейн? Он в прошлом году работал, но начал протекать. Была вся весна для того, чтобы сделать ремонт. Я не понимаю. Люди же сюда даже на майские приезжали. Я понимаю, что это не главный вход, но это выход из парковки. Смотрите. Я, конечно, ну, правда, поражена чем-то таким. Мы им оставим отзыв. Томаша все неизменно. Я с сумочкой, а он с целой повозкой. Игнат, не балуйся. А еще у нас новинка. В этот раз мы с одной стороны купили вот эту всю систему для того, чтобы поставить багажник сверху, а багажник нам одолжил сосед. Томак, нравится тебе? Томак занят. Ну да, еще одна новинка. Серая. Ну что же, мы с вами отправляемся в путешествие по городку Башка, который находится на острове Кырк. Я впервые здесь побывала 15 лет тому назад, когда мы только начинали встречаться с Томашем. С тех пор много воды утекло, многое изменилось. Сейчас мы семья. И как-то пару лет тому назад я вам рассказывала о том, что нам было достаточно сложно найти общий язык в плане отдыха и не только, потому что мы с ним с одной стороны очень разные, с другой стороны похожие, но у нас очень отличаются представления об отдыхе. И вообще выбор пляжа я предпочитаю цивилизованный, особенно с тех пор, как у нас появились дети, это критично. Должны быть удобства, должна быть еда, какие-то развлечения. И мы, конечно, очень долго притирались, и не только в этом плане. И если раньше я долго молчала, была такой удобной девочкой, хорошей, которая всегда со всем соглашалась. И вообще я проделала огромную работу над собой для того, чтобы меня любили не за что-то, а меня в первую очередь уважали и ценили, и прислушивались тоже и к моим потребностям, учитывали мои интересы, и чтобы все оставались довольны. Но это не значит, что всё должно быть по-моему, мы друг другу уступаем, только через диалог, без каких-то конфликтов и шероховатостей. И так жить гораздо проще, легче, и не только с мужем, но и со свекровью, когда есть личные границы, когда каждый не влазит в жизнь друг друга. И тогда можно не просто хорошо жить, но ещё и наслаждаться отдыхом друг с другом, и при этом все остаются довольны. Сейчас мы приехали в городок, который называется Вырубник. Вот, посмотрите, внизу написано название. Очень много согласных снова. И это небольшой посёлок на самом деле, но очень уютно, и он находится на скале. Сейчас мы будем идти по самой узкой улочке в мире, которая в ширину всего 40 сантиметров. Кто много ел, тот не помещается. клаустрофобия? Так, вонская? Мне кажется, мне здесь даже кроссовки не помогли бы. Нужно очень-очень аккуратно идти. Этот посёлок известен своим вином, поэтому мы дегустируем томок чин-чин. У меня роза. У Тома какой-то сладкий сорт, а у меня сухой. Вкусно, да. Сидим Магнан говорит, мама, это всё бесплатно, но мы просто принесли фокаччо с хлебушком, как, знаете, презент. А это мы заказали тарелку сыра и ветчины. Вечно голодные люди. Наверное, самые красивые вид на это место, конечно, со стороны моря, но мы сидим прямо на обрыве и видно, как сюда надвигается буря потихоньку. По прогнозу, реально в 7 часов вечера должен начаться и здесь дождь. Ну, как бы. Я говорила. следующий день. вчера на последних кадрах вы собственно видели, как выглядит дождь в Хорватии. Это то, что меня пугало, но сегодня на целый день передавали вообще ливни, грозы и пока что-то же вроде как пробивается солнышко, хотя на улице свежо, поэтому я в жакете. Если что сниму, у меня внизу футболка. Слушайте, ну это же песня, вот это прям сюрпрайз. Такое приятное, что солнышко, я зависима от солнца, особенно когда ты едешь за ним в теплую страну, но по-моему нам очень сильно повезло. Томек, солнце? Солнце вышло в чай. Бумба! Сейчас мы находимся в Лавране, это такой городок недалеко от Апатии, и мы много раз проезжали здесь, но ни разу не гуляли так конкретно. Здесь всегда много местных и отдыхающих, такое движение, достаточно популярный туристический городок. Настолько приятно, здесь решили остановиться на кофе, и я до сих пор поражаюсь хорватской погодей, только посмотрите. Ну вообще итальянский климат, я же вам говорю, чуть обшарпанное, чуть-чуть отреставрированное, и в этом что-то есть. Это я предполагаю костел. Кажется, дождь начинается все-таки. Ну ничего, хорошего понемножку. Радуемся каждой возможности. до сих После пляжа мы приехали в городок Лабин, который находится на горе, здесь неподалеку от Рабаца. И мы когда-то здесь были вечером, несколько раз я вам снимала влог, но только сейчас могу показать цветную версию. Что интересно, кафе и всякие рестораны в таких небольших городах или даже деревнях гораздо вкуснее, чем в огромных туристических. Это факт. По-моему, я ничего не вижу, но мы сейчас по дороге в Пулу, это еще один достаточно популярный курорт в Хорватии. Я знаю, что многие мои зрители были там, лично я их не очень люблю, но так как у нас сегодня прогулочный день, мы едем в Пулу. И почему я всегда настаиваю на том, что в Хорватии нужно ехать на машине? Во-первых, вы можете посетить очень много классных разных мест, а во-вторых, случайно натыкаешься на место, где можно попробовать второй самый вкусный в мире сыр. Насколько это правда, мы сейчас проверим. А, и оливковое масло тоже здесь с наградами. Можно присесть внутри ресторана или снаружи на террасе. Также здесь есть место для детей, такая небольшая площадка, но в любом случае им есть где погулять, погонять, даже поиграть в футбол при желании. У нас несколько видов сыра здесь. Мед, орешки. Мы только пообедали, но дети все равно едят. Это самый вкусный сыр в Хорватии, и это действительно обалденно вкусно. Давно мне так не нравился сыр, я вам честно говорю. И здесь же есть их фирменный магазин. Мы сейчас возьмем что-то с собой, потому что это что-то нереальное. У нас просто козырное место для парковки. И сейчас перед нами откроется вид на Колизей. Настоящие дети в шоке, что мы не в Риме, а Колизей есть. Я, кстати, была в Риме, причем 5 дней, и мы тусовались с местными. У меня подружка была там на обмене студентами, мы ездили на ее девичник. Но как-то на меня такого впечатления в Риме Колизей не произвел, как этот в пуле. Это амфитеатр Колизей. Ну, как-то, знаете, так повелось. Дети Колизей, Колизей. Амфитеатр, да? И он достаточно неплохо сохранился. Здесь всегда очень много туристов. Вход для взрослых 10 евро, для детей 5. Захар один из самых лучших в классе по истории, поэтому на нас важно было посетить это место, раз уж мы здесь недалеко. Размер, конечно, внушительный. И, между прочим, это действующий амфитеатр. Здесь проходят концерты и представления. Чем еще можно заняться в нелетную погоду в Хорватии, помимо посещения достопримечательностей? Это, конечно же, дегустация вина, сыров, и посещение лавандовых полей, которые совсем скоро начнут цвести. Как видите, в начале июня они еще не распустились, но совсем скоро это произойдет. Это бесплатное лавандовое поле под названием Деклови. И, конечно же, наслаждаться местной кухней с трюфелем, морепродукты, мясные блюда, все, что пожелаете. И если не искать рестораны в туристических зонах, то там божественно вкусно. Небольшие хорватские сувениры в этот раз, так как мы здесь бываем достаточно часто и регулярно, мы уже не привозим никаких там магнитиков. Я купила себе вот такую чашку хендмейт. Стоила она 16 евро. Немало, но зато теперь каждый день утром, когда буду пить кофе, я буду вспоминать об этой поездке. Хоть и недолгой, но настолько позитивной и приятной. Взяла также попробовать оливковое масло. Якобы самое хорошее с наградами в Хорватии, и не только, с международными. Там было два вида. Одно более острое, вот это как бы с фруктовым привкусом. Взяла небольшую бутылочку, мало ли. Если будет вкусным, то купим в следующий раз и большое. Вот этот сыр, он такой как будто кремовый, очень нежный, и не пармезан. Ну, в общем, это нужно пробовать. Называется ричи. И также вот этот. Чем-то похож на сычужный, но он такой. Вот с медом, с каким-то сладким джемом – это нечто. И хорошо, что все это так запаковано. И надеяюсь, мы сможем довезти это до Польши. Как-то там Томак сказал, что все это сложит. Небольшие подарочки, сувенирчики, но приятные и полезные. Сегодня мы проводим день в наших любимых местах. Ездим туда-сюда, немножко пасмурно. И заехали просто в ресторан, где обычная еда. Это, между прочим, соваптичи. Такие типа, как котлетки. Они жарятся на гриле с картошкой фри. Мы этим всем поделимся. Айран, греческий салат. На секундочку. Гигантская порция. А это для детей, в общем. Рыба, кальмары. Чуть не сказать, в темпуре, в панировочных сухарях. Но они такое любят. Это вот простая пища здесь, можно сказать. Типа фастфуд. Мы несколько раз ездили в Рабац. Это моё любимое место на побережье Истрии. Это северная Хорватия. И не поверите, я ещё в Инстаграме даже не говорила, что мы находимся в Хорватии. Но мне было так приятно, что мои зрители ко мне подошли и сказали, что я их вдохновила на поездку в Хорватию. И они приехали сюда. И с другой стороны, с маленьким ребёнком. Ещё раз огромное спасибо и привет вам. Вы не поверите, но абсолютно все вещи, которые я взяла с собой, мне пригодились. И вчера, позавчера был достаточно сильный ветер, хоть и не холодно, но я думала, что у меня там и ресницы отвалятся, и вообще голову отрывают. Очень ветрено. Хотя вроде как солнышко. У меня такое впечатление, что у меня продуло. Я очень давно не простывала. Я надеюсь, что это не произойдёт таки в Хорватии. И я ещё хотела затронуть одну тему. Но, наверное, сейчас не успею, потому что мы выходим на прогулку по Апатии. Мы были вечером. Хочется погулять ещё днём, потому что здесь невероятно красиво. Я ещё раз повторюсь, что это такое хорватское Монте-Карло, и второго такого в Хорватии точно нет. Томат поедет в посёлок, который находится рядом, он будет нас ждать там. А мы вчетвером со свекровью и с детьми идём пешком. Ещё, наверное, пофотографируемся. Свекровь мне поделала просто потрясающие фотографии в этой поездке. И мы потом встречаемся в деревне, которая называется Воложко. И оттуда уже едем на пляж. Я взяла с собой одежду, чтобы переодеться. А если будет прохладно, то я посижу где-то в тенёчке и в жакете, который меня знатно выручил в этой поездке, потому что по вечерам действительно свежо, да и днём, собственно говоря, тоже погода очень-очень переменчивая. И сейчас я выбегаю, поснимаю вам красоты этого города в солнечную погоду. И потом поболтаем на эту тему, которая во все времена актуальна. Апатия, конечно, захватывает меня каждый раз, когда мы даже гуляем здесь без цели. Так много красивых старинных зданий и отелей. Они отреставрированы, ухожены. Очень много облагороженных клумб с живыми цветами. И здесь красиво как весной, так и летом, так и осенью. Но имейте в виду, что только летом именно в сезон июль-август здесь достаточно тепло. А так, ну, погода бывает очень-очень коварной. Я таки простудилась. Но я хочу вам сказать, что когда мы начали присматриваться, и этого не снимала, так как мы спешили ещё и были с детьми, очень много заброшенных вилл или просто не отреставрированных. Иногда это даже целые комплексы отелей. И мы начали узнавать, почему так. Оказалось, что многие там фонды и вообще просто богатые люди покупают это всё в качестве инвестиций и потом это перепродают. Наверняка есть больше причин на это всё. Но факт остаётся фактом, что недвижимость в этой местности каждый год растёт в цене. И сейчас очень мало туристов. Видно, что население не богато здесь. И так ощущается кризис туристов немного. Уже не первый год здесь введено евро. И, конечно, недёшево. Даже по сравнению с Италией, например, то цены или на уровне, или порой даже дороже, чем в той же Италии. Я всё равно являюсь фанаткой Италии, но в Хорватию обожаю приезжать. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно ваша обратная связь и поддержка. Обязательно подписывайтесь. И мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok